Америка у последней черты, политика Рисунок к статье 24 марта 2015 года 16.25 Андрей Полунин, текст фото-видео Америка у последней черты Госдумы предупредила Чем Россия ответит США на поставки оружия на Украину Тема, международное положение Госдумы РФ должна вернуть президенту Владимиру Путину право вводить войска на Украину Если Вашингтон начнет реальные поставки оружия Киеву Об этом во вторник, 24 марта, заявил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов Таким образом, Москва дала понять, каким может быть ответ на эскалацию конфликта на Юго-Востоке Немногим ранее Палата представителей Американского Конгресса приняла резолюцию с рекомендацией к президенту США одобрить поставки вооружения на Украину В резолюции содержится призыв к бараку Обаме применить предоставленные ему Конгрессом полномочия для предоставления Украине летальных смертоносных оборонительных вооружений По мнению авторов документа, такой шаг позволит увеличить возможности украинского народа для защиты суверенитета Кроме того, резолюция возлагает исключительно на Россию ответственность за погибших в ходе конфликта в Донбассе За документ проголосовали 348 конгрессменов, против минус лишь 48 Мы считаем, что наш парламент не должен проходить мимо этого заявления, минус отметил Емельянов По его мнению, РФ не может позволить создать из Украины международного боевика, заточенного против России, до зубов вооруженного, с антироссийской русофобской властью Решение конгрессмена в США о поставках оружия Михаил Емельянов считает провокационными Это свидетельствует о том, что США совершенно не заинтересованы в деэскалации конфликта на Украине Соединенные Штаты пытаются любой ценой вооружить Украину, потому что в их геополитических планах Украина является тем сдерживающим по отношению к России государством, которое нужно США, чтобы не дать России развиться в новую супердержаву Минус подчеркнул депутат Напомним, 1 марта 2014 года, накануне референдума в Крыму, президент РФ попросил Совет Федерации разрешить использование вооруженных сил на Украине в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся в этой стране, а также угрозой жизни граждан РФ, в том числе военнослужащих Черноморского флота Тот же день просьба была удовлетворена Предполагалось, что разрешение будет действовать до нормализации общественно-политической обстановки на Украине, но в июне прошлого года Совет отменил разрешение на ввод войск Как будет развиваться ситуация в Донбассе и вокруг России, если США все же перейдут красную линию? Американский конгресс, принимая резолюцию, рассчитывает запугать нас эскалацией конфликта на Украине, минус считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров И надо понимать, если мы будем проявлять нерешительность и идти на уступки американцам, успеха мы не добьемся Между тем, заявления эсеров недостаточно, чтобы адекватно ответить США По сути, это ответная, и слабая, попытка попугать Штаты Ведь, заметьте, у Путина никто из наших законодателей не отбирал права вводить войска на Украину Российский президент сам от него отказался, и только потом Госдума отозвала это решение На мой взгляд, сейчас Кремлю необходимо пересмотреть свою политику в отношении Юго-Востока Пора понять, что только жесткие и решительные действия на Украине заставят США заткнуться Если мы сейчас, к примеру, окажем массированную помощь Новороссии, в результате чего ополченцы возьмут Киев То все резолюции Конгресса США будут стоить очень немногого Более того, эти резолюции будут смешны, потому что поставлять американское оружие на Украину будет уже некому Так что нужно действовать, а не заниматься виртуальным препирательством с американскими законодателями СП, минус США примут во внимание заявление российского эсера Американские депутаты более серьезные ребята, по сравнению с нашими парламентариями Палата представителей, как мы видим, дружно приняла резолюцию А почему бы нашей Госдуме не принять ответную резолюцию, скажем, с осуждением политики США в отношении Украины Почему не предупредить, что в ответ мы тоже начнем поставки оружия в Донбасс и что наш парламент законодательно обяжет президента РФ оказывать военную помощь Юго-Востоку Именно так нам следует отвечать Но пока речь идет об отдельных заявлениях отдельных российских депутатов Американцы всерьез такие демарши не воспринимают СП, минус ваш прогноз, как будет развиваться ситуация в Донбассе После очередного замерения, уверен, начнется эскалация военных действий Этому может помешать только одно, если на Украине войдут в Клинч Петр Порошенко и Игорь Коломойский Напомню, что украинский президент и днепропетровский олигарх не поделили крупнейшее нефтегазовое предприятие страны минус Укрнафта Бизнесмен пошел в Абанк и превратил офис в неприступную крепость Мол, нового директора в кресло не пущу, а поправки, принятые радой в закон об акционерных обществах, буду оспаривать в суде Порошенко в ответ дал Коломойскому на отвод вооруженной охраны сутки А еще заявил, что в ближайшее время лишит всех губернаторов так называемых карманных батальонов Если дело дойдет до вооруженных столкновений в Днепропетровске, это на какое-то время отвлечет Киев от конфликта в Донбассе Если же Порошенко удастся быстро разгромить Коломойского, он с высокой вероятностью тут же возобновит силовую операцию на Юго-Востоке Чтобы на волне успеха улучшить свой имидж в глазах радикального крыла украинского общества СП, минус Россия может сыграть на конфликте Порошенко-Коломойский Конечно, в принципе, сейчас Коломойский заинтересован в том, чтобы ополченцы из ЛНР и ДНР пробили коридор к Днепропетровску Это дало бы украинскому олигарху инструмент для дальнейшего торга с Киевом Для нас это неплохой вариант Вообще, наша задача состоит в том, чтобы во внутренних конфликтах на Украине всегда поддерживать слабую сторону Тогда эти стороны будут постоянно выяснять отношения, и у них не останется сил, чтобы атаковать Донбасс Резолюция Конгресса США носит рекомендательный характер, минус напоминает военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов Именно поэтому Барак Обама, не раз доказавший свою осторожность, при всей любви к воинственным тирадам, сто раз подумает, прежде чем следовать этой резолюции Если же появится доказательство, что Обама готов дать добро на поставку оружия украинцам, то активизируется Европа Так уже было в феврале, когда США были близки к тому, чтобы начать поставки вооружения Киеву Тогда канцелеру ФРГ Ангеле Меркель удалось убедить Обаму отказаться от своих планов Сейчас эта ситуация может повториться Наконец, есть дополнительный сдерживающий фактор Даже в США осознают, что оружие, поставленное на Украину, может расползтись по всему миру Часть его, без сомнений, захватит ополченцы Часть будет продана коррупционными структурами Министерства обороны Украины В итоге, до реальной линии противостояния в Донбассе, возможно, не дойдет почти ничего Поэтому, на мой взгляд, резолюция Конгресса – лишь символический жест Который, однако, демонстрирует всю глубину антироссийского настроя американского парламента Думаю, наша законодательная ветвь власти отреагирует на жесты американцев соответствующим образом Один из вариантов ответа – действительно вернут президенту Путину права на ввод войск на Украину В целом, действия США лишь усугубят противостояние в Донбассе и отдалят моменты регулирования в Донбассе США, скорее всего, примут решение о поставках оружия, минус уверен военный эксперт, полковник запаса Семен Багдасаров Нам же в ответ нужно объявить об открытых поставках вооружения для ополчения Новороссии, в том числе и современного Например, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» Кроме того, депутатам Госдумы следовало бы озаботиться принятием законопроекта о российских военных частных компаниях Это позволит резко увеличить количество профессионально подготовленных добровольцев, отправляющихся на юго-восток, и создать из них дееспособную армию СП, минус вы считаете, российские войска на Украину вводить не нужно В этом нет необходимости Есть другие, более эффективные, и не столь громкие, ответные меры со стороны России, две из которых я уже озвучил Нам нужно двигаться именно в этом направлении Фото, Юрий Смитюк, Слештас, читайте последние новости и материалы свободной прессы в социальных сетях Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Живой журнал и Мир Тесен